Вашинский возобновил свою работу в мобильный центр здоровья. В деревне Иркенеево Багучанского района прошел фестиваль «Играй гармонь» и «Пой чистушка». В Вачинском районе началась уборочная кампания. На поля вышла техника агросферы крупнейшего сельскохозяйственного предприятия территории. Несмотря на то, что лето нынче выдалось дождливым, все работы начались в срок. Мы приступили к уборке ржи. Ну, вчерашняя козьба показала, что на данный момент уже 35 центнеров с гектара ржи. Ну, обычно всегда начинают с плохеньких полей, заканчивают. Я думаю, что на уровне 42 центнеров с гектара мы выйдем по ржи. 42 центнера с гектара – это выше средних показателей. Чтобы их достигнуть, в хозяйстве постоянно обновляется семенной фонд, строго соблюдаются агротехнические сроки, а растения вовремя подкармливаются. Ну, то есть больше, чем те года? Больше. С чем это связано? Ну, нынче мы добавили и азотных, и фосфорных подобрений. В прошлом году агросфера отметила юбилей. Десять лет назад к Оленино начинались тысячи гектаров. И не было такого года, чтобы не прибавились новые пассивные площади. Сейчас предприятие возделывает более 14 тысяч гектаров земли в Ачинском районе и 6,5 тысяч в Боготольском. Земля, которая раньше простаивала, потому что просто находилась в паяху населения или в муниципальном ведении, теперь обрабатывается, засевается, дает урожай. Будем все хозяйства, конечно, проезжать, смотреть. Это важно, это показатель для района. Мы вот в прошлый год добавили порядка 2,5 тысяч гектаров пассивных площадей. В этом также около 2 тысяч гектаров. На будущий год тоже планируем добавить пассивные площади. До 2014 года агросфера приобретала в основном импортную технику. Но теперь в связи с ростом курса доллара и евро приходится присматриваться к новой отечественной. В целом же автопарк состоит из 11 пассивных агрегатов, благодаря которым вся пассивная кампания проводится за 15-20 дней. Кроме того, в хозяйстве имеется полный комплект землеобрабатывающей техники. 5 высокопроизводительных плугов, 7 дискаторов и 4 паровых культиватора. Сейчас на полях Ачинского района работают 18 комбайнов, а благодаря 12 грузовикам урожай вовремя отмазится с полей. Сначала он поступает на сушилки, доводится до влажности нужного процента и постепенно в течение зимы перерабатывается. Полученная продукция отправляется в основном на восток страны и за границу, в Монголию. Кроме того, нынче планируется подписать несколько контрактов из Китая. Для работников сельхозпредприятий лето – это в первую очередь возможность заработать. В среднем 50 тысяч рублей. 50-60. Ну это примерно за какой период? Месяц. За месяц, да. Норма выработки. Любая уборочная кампания не обходится без погодных сюрпризов. А ведь нынче лето и так выдалось дождливым. Но сельхозпроизводители надеются, что небесная канцелярия все-таки даст им возможность потрудиться на славу и завершить уборочную кампанию в срок. В лагере «Взлет» прошла выездная встреча глав центральной группы районов края. Руководителям муниципалитетов показали новые модульные корпуса – спальный и медицинский, которые построили на грантовые средства. Активно принимаем участие в грантовой политике и получаем гранты, субсидии и, соответственно, базу развиваем, строим. На сегодняшний день мы выиграли три года назад грант и построили корпус для проживания детей на 60 мест, круглогодичный, подчеркиваю. Мы выиграли в прошлом году и заняли вообще первое место по краю. Мы построили новый медицинский пункт, у вас сегодня будет воочию убедиться. Получили на него лицензию на медицинскую деятельность. И сегодня эти корпуса позволяют полнокровно организовывать отдых, оздоровление детей и летом, и в зимний период. В этом году впервые «Взлет» начал принимать детей со всего края. Есть отдыхающие с Енисейска, Каннска, Ачинска и Красноярска. К тому же лагерь работает круглый год. Главы интересовались нюансами участия в грантовой программе, инженерными сетями лагеря и эксплуатации бассейна и корпусов. Я вот смотрю уже, я думаю, на такой корпус, медпункт, нам тоже не помешает. Уже разговоры были, думаю, что мы на следующий год такой пункт уже будем ставить. Бассейн тоже. У нас, к сожалению, ребятишки приезжают, девчонки говорят, вот зачем мы с собой купальники брали, они по два-три купальника берут, зачем, чтобы покупаться. А купаться у нас негде, к сожалению. Старые бассейны они запретили нам использовать, а новых пока нет. По словам главы города, Железногорск сохраняет и развивает систему загородных лагерей. Есть планы модернизации взлета, горного и орбиты. Буквально на днях всех приглашу, мы обсудим проект строительства спортивных новых площадок в Горном. То есть мы вот эту специализацию развиваем в орбите. Хотим, чтобы все-таки получить дополнительное решение развития базы учебно-лабораторных корпусов. Губернатор поддерживает нас. Так что планов достаточно много. Мы вовлекаем в эти планы наших коллег из других муниципалитетов. По словам Вадима Медведева, такое межмуниципальное сотрудничество поможет Железногорску обеспечить развитие программы загородных лагерей и нарастить ее возможности. После летнего перерыва возобновляет свою работу мобильный центр здоровья Ачинской межрайонной больницы. В сферу обслуживания медицинского учреждения входят западные территории края с населением более 200 тысяч жителей. Задачи те же – привлечь пропаганду здоровья в жизни, выявление факторов риска опасных для жизни, краткие консультации по коррекции этих факторов, в частности избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, повышенное артериальное давление и так далее. Люди идут с удовольствием обследоваться к нам мобильный центр, получают консультации, благодарят нас очень и говорят, что эту работу мы делаем такую очень важную и нужную. В этот раз мобильный центр здоровья, кроме обычного оборудования, будет дополнительно оснащен кардиовизором, прибором и одноименной оригинальной технологией измерения сигнала ЭКГ. Аппарат-кардиовизор – это вроде бы что-то похожее на электрокардиограмму. Но если кардиограмма обработается от детства, а это отведение от рук и ног, и там аппарат выдает результат. Если вариант нормы – показывает норму. Если есть патология – он показывает патологию. Я пишу направление к специалисту. Почти всегда подтверждается, что есть какая-то патология. Не обязательно там ишемизм. Бывает нарушение ритма мы выявляем, врожденные пороги, еще и еще. Много чего. Первой остановкой мобильного центра станет село Новобирилюсы Большоулутского района. В течение месяца специалисты побывают в отдаленных от стационарных медицинских учреждений селах Ачинского, Назаровского, Боготольского, Тюхтецкого и Козульского районов. С показательных выступлений и концерта начался день физкультурника в Канске. Самбо, регби, футбол, волейбол и даже площадка по сдаче норм ГТО – все пришедшие могли попробовать себя в том или ином виде спорта. Илья впервые увидел, как учат стрелять будущих биатлонистов, попытался сделать первые шаги в этом направлении. Именно эта площадка вызвала немалый интерес у новичков. Хотелось бы, чтобы было сразу три, а я попал. Но вообще мне понравилось. Два из трех – прикольно. Было трудновато, конечно. Рука дергается, дрожит, все, трудно так вот. Плавненько-плавненько нажимать. Трудно, да. Всего в нашем городе развивается порядка 30 видов спорта. На праздники была представлена примерно половина. По большей части потому, что остальные – зимние виды. Однако для местных хоккеистов и это не стало проблемой. На импровизированном льду из ДСП ребята занимались обычной для них предсезонной технической подготовкой. Играли в хоккей с шайбой. Местная федерация волейбола тоже не осталась в стороне. Профессионалы играли с любителями, молодежь с ветеранами, новички с опытными, меняясь командами. Волейбол по-прежнему остается одним из любимых видов спорта у взрослых еще со школьной скамьи. Здесь сегодня у нас четыре команды. Каждая команда играет с каждой. И в сумме, сколько очков команда набирает, выиграли ничья, это все складывается и там уже решаются победители. В Канске в связи с проведением Дня города, День чествования спортсменов, решили отметить раньше, впервые отделив его от праздника города. И, скорее всего, этот удачный опыт войдет в ежегодную практику. На праздник русской гармонии Чистушки приехали гости, в том числе и руководство района. А их, как и подобает, на таких мероприятиях встречали Чистушкой. Ой, чайнички-то, сумоварнички, а меня любят мастера-то все начальнички. А есть, как начальники-то, тут приехали какие-то? Дорогие друзья, конечно же, здорово, что этот замечательный фестиваль проходит на Багучанской земле. И мы слышим нашу простую ангарскую гармонию, когда звучат ангарские песни, песни наших бабушек, прабабушек. Это просто замечательно. Приветствовали гостей и участников фестиваля также представители районного совета депутатов, управление культурой и, конечно, хозяйка праздника, глава Артюгинского сельсовета. Татьяна Попова традиционно, кроме поздравлений, весело и заразительно для всех окружающих спела Чистушки. Я из этой вот деревни, этой категории, вот и буду я плясать на своей территории. Фестиваль в Иркенево проходит уже в четвертый раз и каждый год приобретает новые оттенки. Но в этот раз участников было немного. Организаторы считают, что необходимо взвесить все за и против и пересмотреть периодичность его проведения. В номинации «Гармонь плясовая» заявился лишь постоянный участник праздника, бывший житель Иркенеева Виктор Логинов. В номинации «Гвоздь в Чистушке» два коллектива «Ангарушка из Шиверского» и «Рябинушка из Манди». «Там, где брали мы грибы, меж сосен и елочи, слышим фук бензопилы и рычи крыльочные, вы зачем меня женили, пару коней заложили, стали люди баюти, да спас за очи хаюти». Шиверяне исполняли частушки без аккомпанемента, но выступление от этого хуже не стало. Участники коллектива любят этот жанр народной песни, в четырех строчках которой можно рассказать о многом. «Мини-песенки такие, шуточные песенки, в которых можно посмеяться над другом, можно поругать власти, и тебе за это ничего не будет». Зрителей было меньше, чем в прошлом году, но они были благодарными слушателями и веселились вместе с участниками. Кстати, многие из них свой отпуск в родном селе приурочивают именно к этому, Иркенеевскому событию. «Я приехала из Красноярского края, я приехала к бабушке и к дедушке, в третий раз тут уже бываю, тут весело танцевать хочется, очень веселые частушки, очень нравится слушать гармошку». В заключении фестиваля жюри подвело итоги. Награды и дипломы достались всем участникам, а зрители и гости фестиваля зарядились хорошим настроением от встречи с русской гармонией и задорными частушками. Редактор субтитров А.Семкин